Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, уважаемые любители хорошей живой музыки. Это телерадиоканал «Страна ФМ» в эфирной студии по традиции Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем, друзья, и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени группы G9. Ребята, привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Макс, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Невероятно, правда. Мы рады сюда попасть, на самом деле. Потрясающую программу. Обожаем. Смотрим наших коллег тоже ваши программы. Скажи, пожалуйста, кому ты смотрела? Группа «Ласкало». Да, группа «Ласкало», и это было самое яркое выступление, которое я всех запомнила. Ну, отлично. Это хорошо. Ребята, привет! Приятно, да, невероятно тоже, я думаю, как и группе «Ласкало». Друзья, наши зрители и слушатели, сегодня, ну, естественно, живое исполнение. Для многих поклонников группы может быть не совсем обычной, потому что это будет акустика такая, замечательная, абсолютно в этой нашей уютной атмосфере. И еще мы сегодня посмотрим клип, новый клип. Так что два в одном. И премьера на телерадиоканал «Страна FM» клипа, ну и, конечно, премьера огромного количества песен. Ребята, что за музыкальная программа, которую вы сегодня будете представлять нашим зрителям на суд? Мы представляем нашу обычную программу. Это любовь, это позитив, это самые теплые-теплые чувства. Мы просто сыграем ее здесь уже в таком малом, теплом, домашнем буквально кругу. И обязательно хотим сыграть вам новую песню «Soft in the Head», которую мы выпустили вот буквально в прошлую пятницу. Я безумно рада, что мы сможем у вас показать вашим телезрителям и своим фанатам и клип, и песню. Ром, мне кажется, и левал уже прям акцент такой американский, английский какой-то. А я не знаю, это может быть случайно, может быть это не случайно, расскажи. Или это уже от того, что приходится общаться с англоязычными поклонниками, потому что... В общем, да, Джанан, такая очень серьезная, амбициозная задача. Уже любят за границей, многие знают, но, я так понимаю, задача покорить весь мир. Да, абсолютно верно. Не только Россию. Ну, не то, чтобы покорить, нет, у нас немножко другая задача. Да надо ставить именно такую, чтобы покорить, а там уже все остальное будет. Мы себя позиционируем по-другому, мы хотим быть послами современной русской культуры в мире. Дело в том, что у нас действительно классная и очень богатая культура, и о ней знает очень мало кто за пределами России. Да, у нас в России много... Балалайку знают, почему медведи знают, водку тоже хорошие знают. Смотри, когда-то парк Горького. Так. Да, сейчас с Джинай. Да. К тому же Алла родилась в один день с Александром Маршалом. Так. Это не случайно. Посмотри. Кто-то должен продолжать. Потрясающе, да. В общем, мы хотим показать русскую культуру миру, а чтобы нас еще и поняли, мы поем на том языке, на котором большинство людей в мире ее просто-напросто поймет. Ну, надо сказать, что своим продвижением там, за рубежом вы не сами занимаетесь. Нет, нет, нет. У вас есть совершенно потрясающий менеджер, агент, да, и как хочется узнать о нем побольше. Да, да, его зовут Марк, и он из Америки, по происхождению он ямается, он владелец компании Black Tears. И мы подписали с ними контракт в прошлом году, буквально начали с ними работать. Он буквально вот шел, наверное, в Москве, да, где-то здесь? Нет, в Ушанке. Самое главное, что мы ни разу не встречались лично. Давайте как раз о момент знакомства, о том, как это сотрудничество зародилось, мы узнаем чуть позже, потому что мы должны успеть послушать все песни. И давайте начнем музыкальную часть нашей встречи. Что-то будет? Да, это песня, которая называется The Best Night, о том, что каждая ночь, каждый вечер в вашей жизни может быть лучшим, просто позвольте ему сделать это. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 всем подряд. Ну, кому-то, может быть, иктор Дробышу написали, да, кому еще там, Матвиненко, ну, и вот парочки американцев, да, и кто от Азонсу, да. На самом деле, в жизни решается случай. Действительно так, совершенно случайно познакомились с Марком с Blackfears Media, и как-то все завязалось. Просто по вот музыкальным каким-то вещам мы пересеклись совершенно случайно, разговорились, Марк спросил, а, ребята, а что вы делаете-то вообще? Причем, а мы музыканты, вот наша музыка, вот наши клипы. Он такой, да ладно, а вы еще из России, да? На самом деле, мы, как Марк говорит, мы, на самом деле, полностью перевернули его представление о русских. Да что ты говоришь? То есть у вас ни одного медведя, ни одной балалайки. А еще мы совершенно не злые, позитивные, как большинство людей в нашей стране, но, на самом деле, американцы, ну... И вы не были в футболке с президентом. Да, мы не были в футболке. Он говорит, о, ребята, а так можно, да? Давайте мы расскажем. А вас отпустят к нам? Он такой вопрос задал тоже, наверное. В общем, нам понравилось с ним работать, потому что он тоже мегапозитивный человек, классный. Скажи, пожалуйста, что вот, ты говоришь, подразумевает термин работать? Что делаете вы, что делает он? Как вообще у вас распределяются функции? Знаешь, регионально. То есть мы работаем здесь в России, он нам иногда помогает, с кем-то связывается, общается, а он там в США общается со всеми... Телеканалами, радиостанциями, да? То есть предлагает материал, предлагает аудио. Ну, то, что делает обычно менеджер, да. Есть ли у этой продюжерской компании опыт работы с российскими артистами? Или вы как раз первые ласточки у них? Мы первые. Мы первые. На самом деле, Black Tears, они раньше работали с регги вообще. Это сумасшедшая история. Как у любых музыкантов, ничего практически не происходит линейно и запланированно. Это сумасшедшая история. У нас так же. Раньше Марк занимался регги. Он работал, на самом деле, с легендарными исполнителями. И ведь молодец какой. Ведь молодец. Ведь хорошим путем верным шел. Нет, он с спором занимается. Нет. Но он работал, действительно, с легендарными людьми, с Кузанами и Димасами. Это люди, которые написали саундтрек американскому шоу «Она» написала «Убийство». С Бинни Мэном. Это тоже легендарный исполнитель регги в свое время. И как-то вот так совершенно случилось необычно, что он послушал. Мы ему понравились, мы пообщались. Он нам очень безумно понравился своим позитивом, своим совершенно классным настроем. И мы решили, а давайте, собственно говоря, расскажем всему миру, что русские-то классные. Вы по-английски говорите. Вы ездили уже по Германии, да? Да, да. У вас был опыт. Расскажи там, как принимали, где выступали вы? Тоже абсолютно позитивно. То есть везде, где мы ни были. Во-первых, если ты говоришь, что ты русский в Германии, люди, если кто-то что-то знает по-русски, обязательно пытаются поговорить с тобой по-русски. Все суперпозитивные. Мы объехали шесть городов. Это Берлин, Ганновер, Гамбург, Лейпциг. Да, Максим, какие еще у нас города были? Мюнхен, может. Нет, Мюнхен. В Мюнхен мы, к сожалению, не попали. В следующий раз нужно попасть. Марк. Марк. Но уже Мюнхен, да. Дрезден, да, совершенно потрясающие города. И везде они немножко разные. Какие-то там поменьше, какие-то побольше, как Берлин, например, Нидопольск. И везде люди суперпозитивные. И вот везде отклик был очень классный. Мы в очень таком культурном, положительном шоке. Нам очень понравилось. А кто эти зрители были? Это русскоговорящие или не только? Это были и местные в том числе? Везде было по-разному. Ну, по большей части это были и местные люди. Но, например, на концерт в Ганновере к нам пришел русскоговорящий парень, который живет там уже очень давно. Он увидел афишу, что приезжает русская группа. Он такой, ура, русские голоса! Хочешь поговорить с кем будет? Не Вадим, нет. Да. Кузема, нет? Не знаю, да. Привет ему, если слушать. Ну и что, может быть, он просил вас исполнить там что-нибудь такое? Мы спели для него песню по-русски, конечно. Ну, конечно, но человек пришел услышать русскую речь. А сколько вообще у вас русскоязычных треков? Ну, это единственная песня, наверное, и была. Ну, на самом деле. Примерно так и было. Дело именно в этом. Дело именно в этом. Мы пытаемся говорить со всем миром. Поэтому мы как-то вот целенаправленно пишем на английском языке. Но спасибо, что хотя бы говорите на русском языке. Это вот тоже здорово. Друзья, пока еще они не забыли свой родной язык. Вопросы к команде G9 оставляйте. У нас ВКонтакте есть публикация. Рома, очень важная информация, которую мы донесли до наших зрителей и слушателей, это то, что Максим пишет песни абсолютно самостоятельно. Это же до сих пор правдивая информация. То есть никаких авторов стихов, авторов музыки отдельных у вас нет. Что, в общем, удобно и для той же американской продюсерской компании, что вот они сами пишут и слова, и музыку. Это у вас каждый раз по-разному? Или есть четкие распределения? Алла пишет слова, Макс пишет музыку. Ну, на самом деле, я бы сказала, что гениальный человек, который отмалчивается в данный момент, у которого сегодня, кстати, День рождения, который тоже об этом молчит. Поздравляю с Днем рождения! Максим, да, я хотела тебя поздравить в эфире с Днем рождения. Все ребята из группы G9. Да, да, мы тебя просто любим, обожаем. Ну, конечно, конечно. Именно вот этот человек, он пишет все аранжировки, зачастую и идеи для песен тоже его. Но вот мелодия слов, текста, они мои, потому что мы как-то на одной волне зачастую находимся, и вот он что-то такое наигрывает, показывает, у меня есть такая идея, такая, класс! Алла, скажи, ну он со школы наигрывает? Вы же как-то долго друг друга знаете. Как у вас? Да, мы знаем друг друга со школы, мы учились в одной школе, в одном классе, но в школе мы как-то особо не общались даже совершенно. Потому что он гитару не доставал тогда еще, наверное, да? Доставал, доставал, доставал. Максим, что же ты играл в школе? Ну, рок всякий, кто-то играл. Металлику, наверное, да? Да, да, кстати, да! Кто ее не играл, да, Максим? Ну, давайте, наша прекрасная рубрика «Школьные годы чудесные» чуть позже, а пока нам нужно переходить в музыкальную часть нашего эфира, и что мы сейчас послушаем? Мы сыграем вам песню, которая называется «Wanna be» или «Повторюшка» по-русски, и эта песня, она была у нас в рекламе в России «Порше», и мы настолько от этого очумели. Они вам сказали, что песню возьмут когда? Нет. Нет, да? Нет, 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 мы узнали об этом по факту. Но у вас теперь есть хорошие машины-то у самих? Пока малая часть, пока малая часть, мы собираем. Только колесом. Пока только колесом разводились, ну что ж такое? «Wanna be» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, кстати, что касается английского Ау, рассказывай, пожалуйста, Макс, тебе придется тоже присоединиться к нашей беседе По поводу языка. Только ли школьным преподавателям нужно сказать большое спасибо? У меня есть история, на самом деле, но я предлагаю Максиму начать Иначе его так и не скажут Своей истории Но не только школьным преподавателям у нас так устроено, что не каждая школа очень хорошо преподает английский Ой, ну если мы сейчас с вами будем на эту тему разговаривать Куда отдать ребенка в школу? В какую школу? Прям превращаете Ну да, я просто занимался дополнительно в детстве Там родители отдавали репетиторам Потом я сам тоже ходил Главное рвение Главное рвение А ты хотел стать дипломатом или музыкантом? Как у тебя мечта сразу была? Какая? В какой момент? У меня разные были мечты Когда английский занимался, просто хотел английский знать Я не знаю Ты просто знала и чувствовал, что пригодится в жизни, ну разумеется А у тебя как все это было? А у меня, я во-первых из Перми, я не родилась в Москве А, ну тогда все, ответ собственно, очевидно Это не англоязычный город Носитель языка, носитель языка Да, родители меня отдали в английскую школу Это там в Перми, да? Да, там в Перми У меня была преподаватель, до сих пор помню ее, Роза Наилевна Она драла весь класс просто, мы ненавидели этот язык, мы сдавали Она была требовательная, давай так Я тоже подумала Она была очень требовательная И мы сдавали летом экзамены топики в первом-втором классе Мы просто вот так не любили это Но именно вот Роза Наилевна вбила в нас все эти основы И на эти основы легко лег язык И вот именно школа первые три класса Если вот вам 7-10 лет, вы учитесь в школе И вы чувствуете, что вот мучают вас учителя Вот знайте, потом вам это очень пригодится Роза Наилевна, спасибо Спасибо большое Я думаю, что она сейчас даже ставит лайки у тебя в инстаграме Скорее всего, да А ну и что, получается, прям первые твои песни Они сразу писались на английском языке Или все-таки какие-то рифмы были и на русском? Нет, мы, если мы пишем на английском, мы сразу пишем на английском Ну, я имею в виду сейчас, хорошо, твои школьные годы, там, леонидские, да Первые строчки, первые самые Первые строчки были на русском языке Но это как бы не было, скажем, таким осознанным выбором Ну, как-то, друзья играли и пели по-русски, а почему бы нет? А потом уже осознанно мы выбрали язык Как тебе кажется, связано ли это с тем, что вот учительница по русскому языку Была не столь интересна, как по английскому языку? Нет, на самом деле, я не могу так сказать По ряду причин, во-первых, это действительно была отличная преподавательница Во-вторых, это была классная руководительница И скоро мы пойдем ее навещать, поэтому... Ой, какие молодцы! Нельзя, нельзя, нельзя! Какие же молодцы! По поводу музыки, как она вошла в твою жизнь? С детства ты пела, как это началось? С детства я очень неуклюже участвовала во всякой самодеятельности Родители настаивали или ты хотела? Я сама занималась вот этим, и потихонечку вот эта неуклюжесть, она уменьшилась, она до сих пор есть Но опыт... Ты не видела, как я танцую, да О, мы можем посоревновать Ну, подожди, а речь в данном случае идет именно о танцах? Нет, ну, о самодеятельности Я поняла, да А то, что это неуклюже, это твое мнение, потому что ты скромна, или это все-таки все вокруг говорили тебе Не надо, Аллочка, опять ты хочешь участвовать в конкурсе? Ну, перестань уже, насколько можно Нет, на самом деле это просто постоянное участие, и как вода точит камень, практика, она всегда... Есть такая английская поговорка, practice makes perfect Практика приводит к совершенству Ну, вокал ты до сих пор точишь, да? Как-то у тебя преподаватель там все это... А кто тебя дерет по вокалу сейчас, давай так Раз уж мы говорили про английский В таких терминах мы обсуждаем Да, 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 в таких русских незатейливых терминах На самом деле сама сейчас занимаюсь, ищу преподавателя Марк помогает искать, но на данный момент самостоятельно, и практика постоянная Ну, сейчас как раз она и будет Алла О, да, о, я Так, подождите, тот же самый трек, на который у нас есть и клип сегодня Абсолютно верно Вот давайте прямо сейчас, поскольку прямой эфир, мы, друзья, наши зрители и слушатели При вас прямо будем обсуждать, что же мы делаем? Мы сейчас услышим эту песню «Живьем», что называется, или посмотрим клип, а послушаем ее «Живьем» чуть позже Решайте А давайте сначала посмотрим клип, а потом найдем... Конечно, послушаем, как она, так сказать, в оригинале звучит, скажем, из одной видео Ну, тогда в нем, это же самый крайний последний клип, да? Абсолютно верно Как раз тот самый свежак, свежачок Ну, внимание на экраны, друзья, ближе к приемникам, потом обсудим и поговорим Мужчины особенно близко, да Ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Друзья, мы продолжаем. Сегодня на концертном зале телерадиоканала «Страна ФН» команда «Джи Найн». Только что посмотрели клип. Потрясающий теперь. Софт Интернет. Да, теперь, конечно, все знают, как должна выглядеть медсестра настоящая, какие медсестры должны работать в наших поликлиниках, в медицинских учреждениях. Ну, это мечта, конечно, я думаю, что нисколько к этому придет. Это вообще слепок из подсознания многих, да. Мужского населения основного. Конечно, конечно. Да, ну, браво, Валочка, ты блестяще справилась, надо сказать, с этой работой. Я вылечила всех, как я обещала в своем объявлении. Ну, и, конечно, мы теперь знаем, какой идеальный мужчина. Вот такой вот он. Не разговаривает. Высоченный, красивый. Да, 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 очень умный. Которому даже можно вскрывать мозг, в общем, делать с ним все, что угодно, а он останется таким же собром, просто будет пританцовывать. Ты заметила, что если мозг вскрыть, то там очень красиво. Да, да, богатый внутренний мир, и у каждого свой. Ну, расскажите вкратце про идеи создания клипа и так далее и тому подобное. Кому принадлежит, как снимали, какие интересные были истории, связанные с этим? Креативная команда у нас неизменная, только у нас еще добавляется куча потрясающих людей, которые помогали снимать этот клип. Это, в первую очередь, режиссер Сергей Тынянский, который снял вот эту красивую, замечательную картинку. Это Юлия Безюкова, которая создала все образы для клипа, то есть как мы должны выглядеть, какие у нас должны быть волосы, как у нас должно быть что и где. У нас были ассистенты на площадке. Вячеслав, у нас даже фанаты приходили, приносили нам тортик. Это было просто совершенно безумно классно. Обеды носили шикарно, так, удобно очень. Ну и здорово заодно, ребята, посмотрели, как делаются клипы. А идея в том, что мы просто хотели показать, что такое soft in the head. Вольно перевести на русский можно это не все дома. Смысл песни в том, что мы все зачастую ведем себя как-то по-детски, как-то по-дурацки. Наши мамы нам говорят, ну, хватит уже дурака отвалять тебе сколько лет. Когда же ты вырастешь, да? Вот, да, да, да. Именно вот это меня вдохновило на написание этой песни. Именно это мы хотели показать в своем клипе. Главное, чтобы мы никогда не предавали себя. И те дурацкие вещи, которые мы делаем, они действительно классные. Потому что так, не относясь к себе серьезно, мы остаемся классными, позитивными людьми. И, собственно, в этом клипе мы и хотели показать, что нужно сделать, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Просто показать ему его внутренний мир. Медсестре пришлось, конечно, головы вскрыть. Так, да, это вы видели. Но это метафорично. В реальной жизни это же не нужно. А головы вот эти, они из чего сделаны? Из папье-маше. Папье-маше, да? Да, да, да. Местами это видно. А где они теперь? В музее G9. Где, где отправлены? В Соединенные Штаты. В итоге вы в музее Поль Чудес оказались, да? Вы уже и там побывали? Пока нет, пока нет. Как танцевать? Огурцы пока только соль. Как танцевать с этими вот приспособлениями и вообще сколько хореография занимала у вас подготовка? Но надо сказать вообще, что там особенный танец. Там же танец, который нужно изучить обязательно каждому. Мы хотели сделать песню с танцем. У нас никогда не было песни с танцем. С дурацким танцем. Ну, для начала с какими-нибудь. Ну, знаете, для вас это дурацкий, а тот, дай бог, справится бы с ним еще. С дурацким веселым танцем, я имею в виду. С танцем хотели сделать песню. И песня такая, ну, наконец, подвернулась. Подвернулась. Такая веселая, да, у нас нашлась следующая. Ну, надо сделать танец, чтобы было интересно. Для нас у нас не было танца. Ну, вот и начали думать, смотреть. А так как танцует лучше всех он, хореографию сделал. Ну, и думали, да, там я предложил. Молодец, спасибо. Мы собирались, мы репетировали, мы снимали танцевальный зал. И вот, выходя из-за инструментов, репетировали, танцевали. И вот. Но с головами все оказалось совершенно по-иному. Пришлось репетировать заново. Отдельный репетицию означает. Ну, давайте теперь пойдем к живому исполнению. И что это будет? Песня Soft in the Heart. Уже в теплом ламповом звуке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Санта-Барбара Красиво, спасибо Вообще, сколько проекту лет, когда он появился, G9, расскажите В том или ином формате, мне кажется, мы как-то собирались, чего-то играли С какого года? Сколько уже, когда у вас идет отчет? Ну, наверное, проекту G9 отчет, его идет с 2014 года, когда мы в текущем уже составим То есть пятерочка в этом году уже, да, красивая Мы это пишем Да, 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 будет когда же, в апреле или августе? Бог ты мой, время идет Да, август лучше оттянуть, больше времени для подготовки к юбилею Сколько уже записано, сколько уже в арсенале у вас песен, вот об этом расскажите Сейчас у нас есть, ох мой, боже, два альбома Прекрасно Один еще до исторических времен, но мы его перевели в новый формат Но если говорить про новое время, у нас один EP, один альбом, вот текущий сингл И мы планируем в апреле выпустить новый EP из шести или семи песен Сколько, посмотрим, сколько включить в него И он будет совершенно новый формат, танцевальный, веселый, зажигательный С любовью, позитивом из России Мы расскажем всему миру, что русские действительно классные Хватит рассказывать о нас в новостях, не пойми что Мы действительно классные Ух ты, танцевалочка будет Ваше авторство, да? Да Мы будем ждать Будет весело, действительно Соответственно, будут и съемки новых клипов Абсолютно верно Просто спрашивают уже наши зрители и слушатели Какие еще образы ты планируешь использовать? А вот медсестра уже была, дальше А что-то, может быть, будет стюардесса какая-то, дальше Училка Училка Конечно А по-английскому непременно Ну, конечно, да Розная или да Пройдемся по антологии небезызвестных сайтов, да, по-моему, образом С немецких надо начать Тем более, что там-то тоже вас знают и любят, да? Вы же уже на немецком телевидении были представлены на немецких фестивалях Ну и гастроли, собственно, о чем мы тоже рассказали Ну да, но на самом деле у нас есть друзья-музыконаты из Германии И мы говорили с ними об этом стереотипе О немецких, скажем Кинематографистов Да, кинематографистов И они совершенно не знали, вот откуда так Почему такой стереотип И вот это вот как раз из-за разряда, что русский играет на балалайках И он не входит в медведи Так же и у немцев снимают определенную роль Это всегда пьяные О, да Алла, Макс, а скажите, пожалуйста Вот эти ваши чудесные американские продюсеры Они каким-то образом влияют на творчество? На написание песен? Может быть, выбор материала? За кем последнее слово, в общем, какая песня войдет в EP? На самом деле в этом отношении нам очень комфортно работать с Black Tears Потому что они нам дают очень много творческой свободы И постоянно прислушиваются к нашим рекомендациям К нашим идеям, к нашему звуку Нам просто помогают найти то, что мы ищем То есть на данный момент это действительно как идеал, скажем так, продакшена Идеал лейбла, когда нам просто помогает дотянуться до тех людей Которые нам могут помочь И послушать те новые вещи, которые нам могут быть полезны и так далее Но творческой свободы у нас очень много Все песни, которые мы сейчас делаем Мы абсолютно обожаем сами Просто вот до глубины души Мы каждый раз, когда их играем Мы их просто обожаем и очень сильно любим Это очень видно и очень слышно, правда, искренне И это тоже в том числе заряжает И после этого уже невозможно их тоже не любить просто Ну никак Мы хотим полюбить следующую Пожалуйста, дайте нам возможность Еще одну дайте нам А следующая песня называется Jelly Bean Желебобка Есть такие мармеладки Американские, но и в России всеми любимые джелебинки И мы решили про них написать А почему бы и нет, конечно Кто-то должен был это сделать Пожалуйста, про шоколад еще что-нибудь Горький Как-нибудь Желобка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он сейчас находится в стадии сборки, как раз вот именно тур нам организовывает наш лейбл Black Tears. Первый выезд в США, первое знакомство с фанатами. Куда вы сначала поедете? По восточному побережью, это Нью-Йорк, это Бостон, Вашингтон и все города между ними. Как раз потому, что база находится у Black Tears в Нью-Йорке, и вот в Нью-Йорке есть Brighton Beach. Всегда мечтала там выступить, между прочим, очень сильно хочу. Часто сбывается, да, это известный факт. Ну, вы же поедете полным составом группы, я так понимаю. Конечно, конечно. А полный состав группы это? Это еще и наш замечательный барабанщик Андрей Барик. Андрей, надеемся мы тебя тоже увидеть как-нибудь в нашей студии. Да, он совершенно потрясающий и очень харизматичный. У него есть куча, примерно миллион реально крутых и разных звуков в его установках. В общем, Андрей очень прикольный, веселый. Это такое позитивное замечательное. Ну, прекрасные очки еще у него есть такие, да? Да, да, да. Это мистер Киберпанк, мистер Синтвейв в нашем коллективе. Он еще пишет и свои электронные вещи, поэтому, Саша, Андрей, прости меня, не бей, пожалуйста. Так, Андрей, и еще кто? И Саша, Саша, наш совершенно прекрасный басист, бэк-вокалист. И вот недавно в субботу мы презентовали наш новый сингл «Soft in the Head» и играли концерт. И Саша у нас спел одну песню, уже на бэк-вокале была я. И Саша совершенно классно с этим справился. Да, и Саша совершенно классный, добрый человек. Во-первых, он мистер ЗОЖ в нашей скромной компании. Во-вторых, Саша знает, как запаять провод, если он вдруг распаялся, а до концерта осталось пять минут, а мы все остальные... Он еще же композитор, по-моему, нет, в этом плане, не пишет песни. Он пишет свои партии. Да, он пишет свои партии и выступает в качестве бэк-вокала совершенно замечательно. Привет, ребята. Может быть, композитором, если с паяльником кому-нибудь он подойдет? Да, да. Он все очень хорошо, многофункциональный такой замечательный член команды. Нам нужно переходить к следующей песне. И что на этот раз мы послушаем? Мы послушаем песню «Don't fall apart». Это песня о том, что никогда не стоит отчаиваться. Всегда есть внутренние силы, которые нужно черпать. И эта песня у нас, кстати, была на американском отборнике «Wanna Dance», который вышел и физически, и в цифровом виде. В общем, мы были очень рады. Это было, по-моему, в прошлом году, да, он вышел? Ну, это успех, конечно. У нас. Вот, в общем, «Don't fall apart» – очень вдохновляющая песня. Очень многим нашим фанатам нравится, потому что прямо она такая вот... Смотрим, слушаем. Да, давайте. Смотрим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok с теми, кто приходит на ваши концерты. Они просто ее вырабатывают, ты разве не видишь, Рома? Она как-то у них рождается там сама по себе. Так ли это? Или для вас необходимы какие-то прогулки по лесу, может быть, встречи с друзьями? Рыбалка. Как это вообще можно внутри себя генерировать? Ну, на самом деле, для меня вдохновение — это люди. Всегда, когда я общаюсь с позитивной любви, просто оговорком о прелюбви. Любовь и позитив, я считаю, что это самые сильные вещи в природе, и нужно всегда концентрироваться на них. Люди — это мое вдохновение. Например, я... Как это сказать? Это будет звучать, конечно, субъективно, но вот сегодня, пообщавшись с вами, вы и за кадром такие же позитивные. Дорогие телезрители, Рома и Саша, они такие же классные и позитивные за кадром, так же, как и в кадре. И именно вот встречаясь и общаясь с такими людьми, обмениваясь энергией, можно заряжаться. И так же наши фанаты. Я совершенно горжусь нашими фанатами, что их знаю и какие они. Они просто абсолютно разносторонние и позитивные. Кто-то изучает японский язык, поет и совершенно отлично преуспевает в этом. Кто-то занимается спортивной борьбой и ездит на гастроли в ту же самую Японию. Ну, в общем, все эти люди действительно потрясающие. С ними всегда очень классно и приятно общаться, и они меня вдохновляют. И именно создают вот эту атмосферу любви и позитива. Я считаю, что это самое важное в жизни. Спасибо. Ну, это просто ты удивительный человечек, правда. Спасибо тебе огромное, первое, за такие чудесные слова в наш адрес. Ну, не часто можно услышать. Да редко. А что нужно сказать еще? Знаешь, очень важно. Просто ты видишь в людях только хорошее. Вот только ты это умеешь выделить, а ты только это замечаешь. На этом сфокусироваться, да. Это тоже, да, особый дар таланта. Негатив. На чем ты фокусируешься, то в итоге и получается. Если фокусироваться на негативе, все будет плохо. Если фокусироваться на позитиве, притягиваются позитивные вещи и позитивные люди. На этой позитивной ноте от разговоров переходим к песне. Да, наша песня, которая называется «Конец, это начало». Я думаю, такое достойное завершение сегодняшнего шоу. У нас уже все последние песни. У нас, по-моему, есть еще одна песня. О, у нас есть еще время. Замечательно, замечательно. Я готовилась к худшему, но... Но случилось лучшее. Но случилось на лучшего. Тогда мы споем нашу песню, которая называется «5 a.m.» о том, как сложно вставать рано. Это очень правильная песня. Но как прекрасно, когда есть с кем вставать рано. Отлично. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 бэнд. Все очень просто. Так, значит, EPI мы ждем. Подписались. Да. Клип. Клип. А клип на осень в процессе. В процессе. Будем ждать и клип тоже. Все как раз туда отправляются в Штаты. Планировал поездку. Лучше спланировать совместить как раз с концертным туром группы G9, чтобы и послушать музыку замечательную, ну и там сделать все свои дела и так далее и тому подобное. И встретиться с земляками. Да. Конечно. Ну, еще же вы один сюрприз для поклонников готовите. Так. Так. Ну, скоро новая песня должна появиться. Да. Что же я так сегодня думаю, да? Ну, прям начали марта. Это все начальные звонки. Начальные звонки с американцами, да? Ложишься поздно, вставишь рано. Кошмар. Да. У нас выходит новый сингл. Так. Очень-очень скоро. Он выходит в начале марта. И он будет совершенно наполненный любовью, позитивом. Он будет танцевальным. И я думаю, что вы сможете услышать его на многих радио. Как он называется, пока не буду говорить. Следите за соцсетями. Мы скоро это объявим. Ребята, новый сингл начало марта. Мы вас порадуем. Мы сыграем концерт. Это уже будет первая ласточка танцевалочки или... Да. Да. А концерт будет где? Тоже, да? К выходу песни где-нибудь будет? Да, да, да. Ну, заскочите к нам в премьерку песни, устроите, пожалуйста. Ну, там, в марте. С удовольствием. Ну, отлично. Согромно, с огромным. Ребята, мы вас искренне благодарим. Спасибо вам. Вашу встречу мы просто... Мы тоже очень счастливы. Макс, с днем рождения. Спасибо. Прямо успехов грандиозных, побед. Ну, и это, от скромности тебе нужно избавляться. Просто, мне кажется, как-то... Спасибо большое. Мы вам желаем, правда, успехов. Мы очень тщательно следим за вашими новинками, за всеми вашими передвижениями. Всегда рады, всегда ждем. И будем только очень-очень-очень счастливы. И всемирного господства в музыке, а также грэмми, да? Да! Вдохновение неиссякаемого. Ну, и что под занавес? Послушаем мы. Конец от начала. Ну, вот. В реальность, буду въедем. Конец программы, начало новой отличной дружбы. Да. Конец программы, начало новой отличной дружбы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!